Хотелось бы передать слово ветерану российского тенниса, неоднократному участнику первенств Европы и других международных соревнований в составе сборной команды ветеранов сборной команды России. Это Иван Аркадьевич Сильмухов, моему воспитаннику из школы СССР до 18 лет, а затем кандидату наук на всякий случай, прекрасному игроку и прекрасному тренеру. Спасибо, Виктор Николаевич, что вы следили за моей карьерой. Я не только участником был этих турниров, но и побеждал неоднократно. В современном теннисе все большее значение приобретает игра слета. И это надо формировать игру слета прямо с детства. И я вот считаю, Виктор Николаевич в обучении игре слета просто лучший тренер России, а может быть даже и мира. И здесь в этой книге доходчиво разобрана кратко техника выполнения ударов слета. Справа, слева, в низкой точке, в высокой, с полу лета. И Виктор Николаевич первый и единственный, кто ввел конкретные значения. Это углы наклона ракетки, это перепад высоты при движении на мяч, это угол поворота корпуса. То есть сейчас из этой книги вы можете почерпнуть практический материал для обучения игре. Что полезно для всех, и любителей, и тренеров, и профессионалов. Также хотел отметить в правом верхнем углу есть такая подраздела лаконично-лакомая. Здесь содержится выжимка из того опыта, который Виктор Николаевич приобрел в процессе своей практики. Например, в игре слета, там большое внимание уделил в этой графе наклонной стенке. Наклонную стенку я запомнил еще с детства в ЦСКА, как Виктор Николаевич нас учил играть. И вот игра слета для меня стала любимым ударом и коронными ударами, с помощью которых я много выигрывал очков. Как говорит, опять же, Виктор Николаевич, самый короткий путь к выигрышу мяча – это выйти к сетке и ударом слета выиграть. Поэтому рекомендую разделы игры слета. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот на этой картинке в игре слета рук на аккорте аллигатора, крокодила оказался. Да, правильно. Вы можете пояснить, как на аккорте крокодил появился? Дело в том, что в этой книге, конечно, я дал более своей фантазии, но фантазии, которая работает на мастерство и на обучение. В данном случае, если мы запущем сюда крокодила, то, естественно, что Танисист постарается перепрыгнуть эту канаву, иначе он попадет в зубы к аллигатору и лишится, по крайней мере, ноги, а может быть и головы. Вот, поэтому здесь помещен аллигатор. Это очень так образно, я бы сказал. Таких образов может быть много. Кстати, передача этого же удара ждет справа. Это Марат Сафин у нас выполняет удар. Представьте плоскость, которая идет, не меняя своей ориентации. Вперед. Под наклоном немножечко. Чуть сверху, чуть вниз, вперед. И она немножко приоткрыта. Она не меняет своей ориентации. Вот суть этого удара. Ракетка – часть этой плоскости. Поэтому, когда мы смотрим на ракетку и пытаемся какие-то сделать там выкрутасы с кистью, с рукой, с ракеткой, то мы не должны забывать, что прежде всего нужно сориентировать плоскость, которая стабильна на рабочем участке пути. 30-40 сантиметров. Она должна быть стабильна. И никаких вот этих вот разных поворотов. Виктор Николаевич, позвольте задать самый важный вопрос. Где можно приобрести вообще эту книгу? Можно ли вообще ее приобрести? Да, уже можно. Уже можно. Уже скинодействие. Библия Глобуси. Добро пожаловать. Это центр Москвы. И сеть магазинов «Считай город».